Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела заседание, на котором рассмотрела несколько предложений госучреждений об ограничительных мерах и оценила их с финансовой, правовой, экономической и социальной точек зрения. Поэтому комиссия решила принять срочные меры, которые уменьшат физические контакты, ограничат распространение вируса COVID-19 на территории Молдовы. Члены комиссии решили продолжить процесс дистанционного обучения за исключением детских садов. Относительно того, как работают госучреждения, комиссия установила, что их администрация будет привлекать 30% персонала, занятого офисной работой. Остальные сотрудники будут работать удалённо. В производственных компаниях работа будет организована посменно. В то же время агентство государственных услуг будет работать по предварительной записи, чтобы избегать образования очередей. Также принято решение об установлении особого режима передвижения граждан в городах Кишинёв и Бельце. Начиная с 3 апреля запрещается покидать дома с 23.00 до 5 утра. Исключение составляют люди, которые передвигаются в профессиональных целях для получения медпомощи, покупки лекарств или ухода за близкими людьми. От них потребуется подать заявление в патрульные миссии под свою ответственность или предъявить разрешение на работу. Кроме того, людям запрещено находиться в общественных местах, таких как парки, зоны отдыха, детские или спортивные площадки. Кроме того, комиссия решила запретить все виды церемоний. Ограниченные возможности будут разрешены в офисах службы гражданского состояния или многофункциональных центров без торжественных мероприятий. При этом запрещено проводить собрания, демонстрации, митинги и другие виды массовых акций. Члены комиссии также заявили, что если хозяйствующий субъект нарушит меры общественного здравоохранения или поставит под угрозу здоровье граждан, его деятельность будет приостановлена на время чрезвычайного положения. Что же касается поставщиков общественных услуг, то им запрещено прекращать свою работу, а также налагать штрафы за неуплату бытовыми потребителями счетов за электричество, тепло, газ или воду. Отключение от коммунальных услуг возможно только в том случае, если это угрожает жизни и здоровью людей. До 30 мая 2021 года действуют моратории на госконтроль за предпринимательской деятельностью. Однако это не распространяется на средства контроля или проверки, проводимые агентством по безопасности пищевых продуктов и Национальным агентством по регулированию в энергетике. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелию Чуко объявил, что в случае запроса руководители республиканских, муниципальных или районных государственных медучреждений, а также поставщики частных медицинских услуг обязаны обеспечить откомандирование всех работающих врачей в больнице COVID-19. Также глава правительства уточнил, что они изучают несколько возможных мер для поддержки бизнес-сообщества. «Мы находимся в процессе определения финансовых ресурсов для определения действий по поддержке бизнеса. Таким образом, предложения о мерах по поощрению деловой среды и поддержке экономических агентов, а также по защите граждан, пострадавших от введения чрезвычайного положения, будут рассмотрены на следующем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и предписаны в последующем решении».